Здравствуйте, уважаемые наши слушатели! Радостно видеть снова многих из вас в нашей гостиной, литературной гостиной, в гостях у слова русского. Вероятно, кто-то к нам сегодня присоединился. Сегодня мы продолжим с вами разговор о Сергее Александровиче Есенине. Вновь прикоснемся к чарующим строкам его лирики, и сегодня не только лирики. И начнем мы с одного из самых любимых в нашей стране стихотворений Сергея Александровича Есенина. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидания золотом охваченные, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, И страна березового сица не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодие чувств, Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, или ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, Что пришло процвесть и умереть. 1922 год. Следующая стихотворение, которую мне хочется прочесть, Известно, но все же его не так часто исполняют, Как многие иные произведения Есенина. Хулиган. Дождик мокрыми метлами чистит И вниковый помет по лугам. Плюйся ветер, Охапками листьев. Я такой же, как ты, хулиган. Я люблю, Когда синий чаще, Как с тяжелой походкой валы, Животами, листвой хрипящими, По коленками марают стволы. Вот оно, Мое стадо рыжее, Кто ж воспеть его лучше мог? Вижу, вижу, Как сумерки лежут Следы человечьих ног. Русь моя, Деревянная Русь, Я один твой певец и глошатый. Звериных стихов моих грусть Я кормил резидой и мятой. Взбрез же полночь, Луны кувшин, Зачерпни молока берез, Словно хочет кого придушить. Руками крестов По гост Бродит черная жуть По холмам, Злобу воро струит В наш сад. Только сам я Разбойник И хам. И по крови степной конокрад Кто видал, Как в ночи кипит Кипяченых череву храть? Мне бы в ночь В голубой степи Где-нибудь с кистенем Стоять. Ах, Увял головы моей куст, Засосал меня песенный плен, Посужден я на каторге чувств Вертеть жернова поэм. Но не бойся, Безумный ветер, Плюй спокойно Листвой по лугам, Не сорвет меня кличка Поэт. Я и в песнях, Как ты Хулиган 1920 год И сейчас я С удовольствием Прочту вам Одно из самых известных Стихотворение Сергея Александровича Есенина, Которое множество раз Было положено на музыку, Но Мне хочется Читать вам Есенина Без музыки, С тем, чтобы мы Еще раз вслушались И прочувствовали Мелодию Его стихов. Стихов Очень музыкальных, Стихов Струящихся, Стихов И звонких, И тихих, Стихов и светлых, И грустных, Стихов во всей их удали Шире Любимой поэтом России И шире И шире И шире Его души. Отговорила Роща золотая Березовым Веселым языком И журавли, Печально пролетая, Уж не жалеют Больше Ни о ком. Кого Жалеть? Ведь каждый В мире Странник Пройдет, Зайдет И вновь Покинет дом, А всех Ушедших Грезит Коноплянник С широким Месяцем Над голубым Прудом. Встаю Один Среди Равнины Голой, А журавлей Относит Ветер Вдаль. Я Полон Дум, О юности Веселой. Но Ничего В прошедшем Мне не жаль. Не жаль Мне лет Растраченных Напрасно. Не жаль Души Сиреневую Цветь. В саду Горет Костер Рябины Красной. Но Никого Не может Он Согреть. Не Обгорят Рябиновые Кисти От желтизны Не пропадет Трава. Как Дерево Роняет Тихо Листья, Так я Роняю Грустные Слова. И Если Время Ветром Разметая Сгребет Так все В один Ненужный Ком Скажите Так, Что Роща Золотая Отговорила Милым Языком 1924 Год Год Вы знаете, Конечно, Чаще Всего, Больше Всего Очень Многие Наши Соотечественники И Многие Многие Любители Поэзии Во всем Мире Знают Лирику Есенина Но Я думаю Нужно Сказать Что Последние 5-7 лет Своей Очень Короткой Жизни А Есенин Ушел Тогда Когда Ему Только Исполнилось 30 лет Очень Очень Рано Ушел Как и Многие Российские Гении Так вот Последние 5-7 лет Своей Жизни Есенин Очень Много Работал Над Поэмами И Не только Над Поэмами Есенин Очень Серьезно Стал Заниматься Историей Пугачевского Бунта И Он Написал Некоторые Говорят Эта поэма Это драма В стихах Пугачев Это одно Из самых Сильных На мой Гляд Произведений И самых Драматичных И трагических Произведений Сергея Александровича Есенина И Вы знаете Ведь Есенин Проделал Путь От Москвы До Оренбурга То есть Это Обратный Путь По сравнению С тем С которым Самого Пугачева Уже Арестованного В Кандалах Везли Из Оренбурга В Москву Так вот Есенин Пишет Драму Стихотворную Драму Пугачев И В этой Драме Есть Один Персонаж Есть такая Глава Она называется Уральский Каторжник И есть Персонаж Хлопуша И вы знаете Мне хочется Сейчас Прочесть Вам Очень маленький Отрывочек Из этой Драмы В стихах Из главы Уральский Каторжник Монолог Хлопуши Конечно Мне Читать его Наверное Немного Опасно Потому что У нас На слуху Очень Многих На слуху Исполнение Этого Монолога Владимиром Семеновичем Высоцким Который И сыграл Роль Хлопуши В 1967 Году В Московском Театре Драмы И комедии Монолог Хлопуши Сумасшедшая Бешеная Кровавая Муть Что Ты Смерть Или Сцеление Ковекам Проведите Проведите Меня К нему Я Хочу Видеть Этого Человека Я Три Дня И Три Ночи Искал Ваш Мед Тучи Севера Сыпались Каменной Грудой Слава Ему Пусть Он Даже Не Петр Чернь Его Любит Забуйства И Удаль Я Нелегко Оренбургская Заря Красношерстной Верблюдицей Рассветная Роняла Мне в рот Молоко И Холодная Калявая Вымя Сквозь Тьму Прижимая Как хлоп К Истощенным Векам Проведите Проведите Меня К нему Я Хочу Видеть Этого Человека Март Август 1921 Года Опубликована Была Стихотворная Драма Пугачев В 1922 Году Если вы помните Дорогие наши Зрители Мы В прошлых Наших Программах О Владимире Владимирович Маяковском Говорили О том Что для Маяковского Очень важным Жанром Был Жанр Письма Стихотворного Письма Письма Обращения Надо бы Сказать Что и Для Сергея Есенина Жанр Письма Такого Стихотворного Обращения Был 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 тоже Свойствен И Есенин Писал Письма Такие Письма Я могу Назвать Письмо Матери Можно Назвать Письмо К Женщине Это Два Знаменитых Его Стихотворения И Сегодня Мне Хотелось бы Прочесть Письмо К Матери Ты Жива Еще Моя Старушка Жив И Я Привет Тебе Привет Пусть Струится Над Твоей Избушкой Тот Вечерний Несказанный Свет Пишут Мне Что Ты Тая Тревогу Загрустила Шибко Обо Мне Что Ты Часто Ходишь На Дорогу В Старом Модном Ветхом Шушуне И Тебе В Вечернем Синем Мраке Часто Видится Одно И Тож Будто Кто-то Мне В Кабацкой Драке Саданул Под Сердце Финский Нож Ничего Родная Успокойся Это Только Тягостная Бредь Не Такой Уж Горький Я Пропоится Чтоб Тебя Не Видя Умереть Я По-прежнему Такой же Нежный И Мечтаю Только Лишь О том Чтоб Скорее От Тоски Мятежной Воротиться В Низенький Наш Дом Я Вернусь Когда Раскинет Ветви По-весеннему Наш Белый Сад Только Ты меня Уж На Рассвете Не Буди Как Восемь Лет Назад Не Буди Того Что Отмечталось Не Волнуй Того Что Не Сбылось Слишком Слишком Раннюю Утрату И Усталость Испытать Мне В жизни Привелось И Молиться Не Учи Меня Не Надо К Старому Возврата Больше Нет Ты Одна Мне Радость И От Рада Ты Одна Мне Несказанный Свет Так Забудь Жи Про Свою Тревогу Не Грусти Так Шибко Обо Мне Не Ходи Так Часто На Дорогу В Старомодном Ветхом Зипуне 1924 Вот Но Завершить Сегодняшний Наш Выпуск Мне Хочется Отрывком Из Одной Из Самых Любимых Моих Поэм Сергея Александровича Исенина И это Вообще Одно Из Самых Любимых Для Меня Его Произведения И Вы Знаете Мне Кажется Эта Поэма Одним Из Самых Светлых Произведений Сергея Александровича Есенина Несмотря На Весь Внутренний Драматизм Который Заложен В этом Произведении Воплощен В нем И Более Того Мне Кажется Что Не Прочитав Эту Поэму Сложно Понять Глубинный Мир Сергея Есенина Его Душу Его Настроение И Весь Тот Свет Который Несмотря На Такую Неоднозначную Короткую Жизнь Исходит Из Его Стихов И от Самой Личности Сергея Есенина Многие Наверное Уже Могли Догадаться Что Я имею Ввиду Поэму Анна Снегина И я Прочту Вам Сегодня Финал Этой Поэмы И Вот Я Опять В Дороге Ночная Июньская Хмарь Бегут Говорливые Дороги Ни Шатка Ни Валка Как Встарь Я Снова На Мельнице Лельник Усыпан Свечми Светляков По Старому Старый Мельник Не Можется Двух Слов Голубчик Вот Радость Сергуха Азиап Чай Поди Продрог Доставь Ты Скорее Старуха На Стол Самовар И Пирог Сергуй Золотой Гляжу Средь судов Все пристальней На Красный Советский Флаг Теперь Там Достигли Силы Дорога Моя Ясна Но Вы Мне По-прежнему Милы Как Родина И Как Весна Письмо Как Письмо Беспричинно Я В Жизнь Бо Таких Не Писал По-прежнему Шубой Овчинной Иду Я На Свой Сеновал Иду Разросшимся Садом Лицо Задевает Сирень Так Мил Моим Вспыхнувшим Взглядом Погорбившийся Плетень Когда-то У той Вон Калитки Мне Было Шестнадцать Лет И Девушка В белой Накидке Сказала Мне Ласково Нет Далекие Милые Были Тот Образ Во мне Не угас Мы Все В эти Годы Любили Но Значит Любили И Нас 1925 Год Батум Сергей Есенин Завершил Работу Над этой Поэмой В январе 1925 А 28 Декабря Того же 1925 Года Тело Есенина Было Найдено В номере Гостиницы Англитер Спасибо вам Дорогие Слушатели И Очень Надеемся Что вы Снова Посетите Нашу Литературную Гостиную В гостях У слова Русского До свидания С cocktail До свидания Продолжение следует...